Что касается Камерного театра, действительно, на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, я встречался с художественным руководителем, с Яковом Рубиным. Он мне пояснил ситуацию. Ситуация на сегодняшний день имеет некоторый элемент неопределенности, потому что окончательная экспертиза, признана ли аварийным здание или не признана аварийным здание, которое они используют сегодня, на сегодняшний день результатов экспертизы нет. Исходя из этого, возможны различные сценарии действий. Если здание аварийное, то, конечно же, придется однозначно искать другое помещение, причем постоянное помещение для перемещения этого театра, этой труппы. Если здание все же будет признано неаварийным, тогда возможен вариант, когда театр находит временное пристанище на период ремонта того здания, где они сегодня работают. В любом случае город прорабатывает оба сценария. На сегодняшний день нами подобраны варианты помещений, которые являются муниципальной собственностью, которую мы могли бы предложить для театра. Пока и театр смотрит, думает, и мы смотрим, думаем, потому что нужно еще проехать, посмотреть по этим зданиям, оценить объем ремонтных работ. Все здания, понятно, что не новые, все здания, все варианты, которые мы предлагаем, они потребуют ремонтных работ. С нашей стороны необходимо нам оценить объем и стоимость этих ремонтных работ. Со стороны театра нужно понимать, какой вариант для них более предпочтительный. Редактор субтитров А.Семкин